МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Драйвер развития у Муравленка заработали первичное отделение российского движения детей и молодежи. Оценили работу поваров, в школьных столовых провели мониторинг качества питания. В помощь участникам спецоперации волонтеры изготавливают блиндажные свечи. Здравствуйте, информационная картина недели в нашем итоговом обзоре. Расскажем о главных событиях минувших 7 дней. Система поддержки молодежи должна быть выстроена по всей стране, заявил президент России Владимир Путин на Декабрьском госсовете. В свою очередь, глава профильной комиссии Государственного совета губернатор Ямала Дмитрий Артюхов предложил спланировать развитие молодежной политики на 8 лет вперед. Глава региона отметил, что важно представлять, каким общество хочет видеть будущее для молодежи. Также Дмитрий Артюхов считает, что необходим центр подготовки кадров для команды движения первых, первичное отделение которого сегодня открывается в ямальских муниципалитетах. Так, Муравленко свидетелями исторического события стали более двух с половиной тысяч учащихся. Подробности в сюжете Натальи Матюшкиной. Сегодня у вас есть уникальная возможность не только в ближайшем ознакомиться с направлениями движения первых, но пообщаться с интересными людьми и узнать о возможностях, которые открывают перед вами направления. В Атриуме лицеи развернулась выставка с демонстрацией возможностей для самореализации детей и молодежи. Образовательные организации и учреждения города презентуют оборудование и проводят мастер-классы. Пятая школа представляет две тематические площадки. Первая площадка – это площадка VR, то есть ребята погружают в виртуальную реальность. У нас симулятор работы, то есть они могут окунаться в разнообразные профессии, как от офисного работника до автомеханика или кулинарии. А вторая площадка – у нас площадка логическая игра «Сломанный телефон». То есть ребятам необходимо построить логическую связь между рисунками и набранными задуманными текстами. Кукольный театр, настольные игры, пункт оказания первой медпомощи, салон красоты, творческие мастерские и чудеса современной техники. Здесь каждый нашел для себя что-то интересное и познавательное. Мне очень нравятся все мероприятия. Они тут очень интересные и очень классные. Здесь же довольно часто устраивают. Все время хожу. Прям вот очень тут хорошо. Мне понравились загадки на эрудицию. Они были достаточно интересные. А так тут все очень классно. Мне нравится. У меня уже был опыт с такими мероприятиями. Но это один из лучших. На тематических интерактивных площадках ребята погрузились в мир знаний и творчества, спорта, медиа, экологии и волонтерства. Выполняли задания на развитие лидерских качеств, способностей работать в команде и находили свое призвание. В Муравленко торжественно открыли сразу восемь первичных отделений движения первых во всех школах города, про гимназии Эврика и многопрофильном лицее. В ближайшее время они появятся в клубе молодежных инициатив и многопрофильном колледже. Планируется, что во всех учреждениях дополнительного образования, культуры, системы образования, обязательно в спорте будут открыты такие первичные отделения, где каждый ребенок, молодой человек, ну и вообще как бы житель города, может проявить себя, заявить о себе. Ну и, конечно же, реализовать ту идею, которая ему близка к сердцу, близка к душе и, конечно, которая будет для нашего городского сообщества. До конца года на Ямале заработает не менее 150 первичных отделений движения первых. Они станут центром формирования компетенций в нескольких направлениях – творчестве, лидерстве и проектной деятельности. Наталья Матюшкина, Антон Иванов, Новости Муравленко. Муравленковские волонтеры помогают по мере сил военнослужащим, которые принимают участие в специальной военной операции. Сегодня они изготавливают блиндажные свечи. За месяц работы сделали около 500 самодельных горелок. Подробности расскажет Анастасия Попова. Среди тех, кто мастерски делает блиндажные свечи – врачи, учителя, журналисты, предприниматели. Их всех объединяет желание помочь тем, кто на передовой. Одной из первых на призыв о помощи откликнулась руководитель приюта для животных Лилия Попова. Она организовала целую мастерскую. Парни предложили. Я очень подхватила эту идею. Очень радует, что жители города откликаются. Нам несут коробки, нам несут банки просто со всего города. И очень много парафина закупили за собственные средства. Часть помещения уже заставлена заготовками и готовыми свечами. Пока одни нарезают и скручивают картон, очищают и подготавливают к заливке жестяные банки. Станцелярским ножом и вот это вот все надо будет удалять, чтобы не было скотча и не было никаких наклеек. Другие топят парафин и в несколько этапов заливают его в формы. Наталья Малайко приходит сюда и в будни после работы, и в выходные. Все мои действия, вся моя жизнь сейчас сосредоточена во многом на том, чтобы как-то помочь мужу и помочь ребятам, которые находятся вместе с ним в зоне специальной военной операции. Вся моя семья поддержала. Мы максимально складываемся в это дело, ищем банки, подготавливаем картон. Очень здорово, что здесь есть место, где мы можем все собраться и заняться изготовлением свечей. А Наталья Коржакова делает свечи, не выходя из дома. На балконе за несколько недель она изготовила уже 150 штук и сделала 200 заготовок. Интересы родины на территории спецоперации защищает ее зять Денис. За месяц работы добровольцы сделали около 500 самодельных горелок, присоединились к акции и волонтеры культуры. В свободное от работы время тоже приходят помогать. Свечи изготавливаются очень легко. Они состоят из банок и картона. То есть технология очень простая, незатейливая. Мы быстро всему научились. Спасибо Лиле Алексеевне, она все показала. И работа встала на поток. Блиндажная или, как ее еще называют, окопная свеча – это незамысловатое приспособление, которое пригодится в солдатском быту. Горит она от 4 до 8 часов, в отличие от газового баллона, которого хватает до получаса. Такими свечами можно согреть руки, высушить вещи, вскипятить воду и разогреть еду в полевых условиях. А еще она не коптит. И если поставить свечу в небольшую ямку в окопе, огонь виден не будет. У свечей, сделанных в Муравленко, свой особый дизайн. Волонтер и журналист Юлия Тюменцева разработала этикетку с самыми добрыми пожеланиями для бойцов. Пусть вам, нашим защитникам, будет тепло не только от огня свечи, но и от мысли, что мы не перестаем думать о вас ни на минуту. Всегда готовы позаботиться и прийти на помощь. Никогда не забывайте о том, что мы – ваш крепкий и надежный тыл. Сегодня волонтеры поддерживают бойцов по-разному. Шьют, собирают гуманитарные наборы, пишут письма со словами благодарности. Все стараются помочь защитникам Родины на передовой. Анастасия Попова, Виталий Сидняев, Сергей Лукович. Новости Муравленко. В конце 2021 года Ямальский парламент утвердил рекомендации по обеспечению горячим питанием школьников. В их числе – единый стандарт для всех муниципалитетов. В него входит 15 направлений, среди которых принцип составления меню, требования к поварам, помещениям и материально-техническому обеспечению школьных столовых, осуществлению производственного контроля, определению льготных категорий. Новшества вступили в силу с 1 сентября 2022 года, а сейчас на Ямале проводят мониторинг качества школьного питания. В рейдах участвуют депутаты разных уровней, представители общественности, Роспотребнадзора и родители. Цель – проверка качества еды, полноты порции, наличие разнообразного и сбалансированного меню. Обеспечение горячим питанием детей – часть народной программы партии «Единая Россия». Подробности в следующем сюжете. В Муравленко бесплатное разовое горячее питание получают 100% школьников. Двухразовое предоставляется 47% учащихся льготной категории. По итогам опроса детей и родителей качеством школьного питания довольны более 90%. Представители городского родительского совета, работники управления образования и местного отделения партии «Единая Россия» в ходе общей мальского мониторинга качества школьного питания посетили столовые образовательных учреждений и оценили качество работы поваров. «Сейчас комиссия работала, они посмотрели, обратили внимание на то, как дети приходят в столовую. У нас есть зона для того, чтобы руки помыть. Соответственно, за каждым классом закреплены столы. Мы посмотрели, как накрываются порции, вес, температуру. Попробовали. По крайней мере, я думаю, что мы необходимые требования выполняем в полном объеме». В ходе мониторинга особое внимание уделили обеспечению школьных столовых современным оборудованием, кухонной и столовой посудой. Оценивалось санитарное состояние обеденных залов, сервировка, внешний вид и температурный режим подачи приготовленных блюд. «Я могу одно сказать, что вкусно везде. Это радует. Что касается каких-то нареканий или пожеланий, они были высказаны, они будут озвучены в протоколах. Мы по результатам рейда обязательно проведем некий круглый стол, чтобы обозначить проблемы, которые мы увидели, как общественники, для того, чтобы было улучшение качества». Сегодня школьное меню включает в себя широкий ассортимент горячих блюд из мяса, рыбы и птицы, яиц и творога. Регулярно используется местная продукция – оленина, рыба, различные дикоросы. «Дети с удовольствием посещают столовую, кушают. Конечно, разные предпочтения у ребят есть. Есть блюда, которые им очень нравятся, они съедают полную порцию. Порции достаточны, поэтому все сыты, довольны». Котлеты из оленины, пышный омлет и витаминный напиток. По пятницам пельмени. Практически каждый день фрукты, булочки, кексы. О вкусах не спорят, но чистые тарелки и довольные лица ребят говорят сами за себя. «Мне нравится картошка с куриной котлетой». «Мне тоже нравится очень картошка с куриной котлетой и салаты, и хлеб». «Каша нравится, как готовят у нас каши. Еще делают вкусно салаты у нас. Компоты варят, тоже очень вкусно». «Нам дают перловку еще, мне она очень нравится, и борщ нам еще дают». «Мне больше всего нравится все. Все очень вкусно». Рационы питания школьников разработаны в соответствии с требованиями СанПИН и имеют положительные экспертные заключения Новосибирского научно-исследовательского института гигиены. Родители могут ознакомиться с меню на школьных сайтах в разделе «Питание». А в текущем году на Ямале внедрят отдельный модуль в систему сетевой регион образования. Цифровизация школьного питания позволит родителям в электронном дневнике иметь доступ ко всему функционалу, связанному с оплатой обедов и завтраков. И таким образом повысит прозрачность услуги. Наталья Матюшкина, Юлия Сидорюк, Виталий Седняев, Новости Муравленко. Программа поддержки семей с детьми «Материнский капитал» реализуется уже 16 лет и является одним из ключевых инструментов национального проекта «Демография». С 2022 года по поручению президента страны Владимира Путина выплата индексируется по уровню фактической, а не прогнозной инфляции. В этом году маткапитал вырос почти на 12%. В прошлом году свыше 4000 ямальских семей получили сертификаты на маткапитал. Подробности в сюжете Алены Гафаровой. После индексации суммы маткапитала за рождение первого ребенка выплачивают почти 587 тысяч. Для семей, в которых появился второй ребенок и которые не получали капитал на первого, выплата составляет почти 776 тысяч. Это на 82,5 тысячи больше, чем в 2022 году. Если в семье, которая уже оформляла маткапитал, родился второй ребенок, ей доплатят 188 тысяч рублей. Распорядиться материнским семейным капиталом можно по нескольким направлениям. Это на улучшение жилищных условий, включая погашение ипотечных кредитов или целевых на приобретение или строительство жилья. На оплату образования детей, на накопительную пенсию мамы, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество, и на ежемесячную денежную выплату из средств материнского семейного капитала. Самое востребованное направление – улучшение жилищных условий. Так, в 2022 году сертификатами распорядились почти 4,5 тысячи ямальских семей. Из них 3 тысячи деньги вложили в жилье. В целом это более полутора миллиардов рублей. Расширить квадратные метры за счет поддержки государства теперь планирует и Юлия Сабыбина. В декабре в семье случилось долгожданное пополнение. Родилась дочь Вероника. Старшей Виктории уже 10 лет. Капитал семье выплатили в размере почти 780 тысяч. С появлением второго ребеночка места, конечно, становится меньше, стало, вернее, меньше. И мы хотели бы расшириться немножко, чтобы было нам всем комфортно. Материнский капитал еще в таком размере – это, конечно, очень хорошая помощь для семей, подспорье, так скажем. Система материнского капитала постоянно модернизируется. Так, например, в 2023 году направлять средства на образование детей можно без предоставления договора об оказании платных услуг. Соцфонд будет получать необходимые сведения напрямую от образовательной организации. Для этого заключено более 27 тысяч соглашений об информационном обмене с учреждениями по всей стране. Да и сам сертификат с 2020 года предоставляется семьям проактивно. Просто по факту регистрации рождения ребенка без личного обращения семьи в социальный фонд. Сейчас очень удобно, особенно для мамочек, которые недавно родили, что не нужно не ходить оформлять какие-то документы дополнительно, собирать что-то. Все в электронном виде, все автоматически поступает. Документы также поступают на госуслуги, заявления автоматически формируются в госуслугах. Еще одно нововведение с 2023 года. Теперь получить ежемесячную выплату на ребенка до трех лет из средств мат-капитала можно на любого ребенка вне зависимости от очередности его рождения. Ранее это могли сделать только родители вторых детей. Рассчитывать на выплату могут семьи, у которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную на Ямале, то есть 45 612 рублей. Размер ежемесячной денежной выплаты с 1 января 2023 года составляет 20 295 рублей. Выплата назначается до трех лет, до исполнения ребенка трех лет. Выплачивается ежемесячно, не позднее 26 числа. При наличии в семье нескольких детей в возрасте до трех лет выплата может назначаться на всех детей. Для этого необходимо подать заявление на каждого ребенка. Обналичить материнский капитал нельзя. Это нарушение закона. Зато российские семьи могут выбрать как одно направление, так и распределить средства по нескольким. Капитал можно использовать частично. Неиспользованный остаток также индексируется. В 2023 году на выплаты по нацпроекту «Демография» материнский капитал планирует направить более 550 миллиардов рублей. Более подробную информацию о поддержке семей можно узнать на сайте Социального фонда России. Алена Гафарова, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. В округе началась реализация инициатив «Северян» в рамках проекта «Уютный Ямал». Напомню, в 2022 году ямальцы выбрали 127 идей, которые реализуют в этом году. Это проекты по благоустройству общественных территорий, проведению экологических, образовательных и культурных мероприятий. В 2020 году «Уютный Ямал» признан одной из лучших региональных практик инициативного бюджетирования в России. В Муравленко в текущем году планируют реализовать 16 инициатив. В числе идей – туристический фестиваль «Тайга», соревнования по городошному спорту, обновлению экозоны в Центре детского творчества и организация городского культурного форума. Подробности в следующем сюжете. Проект «Уютный Ямал» реализуется в округе по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова с 2018 года. Он дает возможность жителям региона самим определять, на что будут расходоваться бюджетные средства, а также контролировать результат. Муравленковцы активно пользуются возможностью воплощать в жизнь свои идеи. Жители не раз становились лидерами по количеству представленных проектов на конкурс «Уютный Ямал». Только в прошлом году в шорт-лист вошли 20 идей горожан. 16 из них были поддержаны. В Муравленко мы готовимся реализовать проекты «Уютного Ямала», которые поддержали жители нашего города в прошлом году. Это будет 16 проектов. Самый первый, самый ранний из них – это «Масленица». Инициативная группа жителей нашего города собралась и решила, что можно сделать «Масленицу» нашу городскую немного разнообразней, интересней для жителей. Автором проекта «Мы вместе», в рамках которого в городе проведут один из самых интересных, долгожданных, веселых и вкусных праздников в году – «Масленицу» выступил Максим Белов. По задумке инициативной группы в этом году «Масленицу» будут отмечать более интерактивно и масштабно. Жителей города ждут не только блины и хороводы, уличные гуляния, но и уникальные арт-объекты. Праздник состоится 25 февраля. На бульваре Парковый, соответственно, ждем всех. Чем же мы будем удивлять в этом году? В этом году мы решили разнообразить этот прекрасный праздник, сделать его еще более ярче, более интереснее и добавить туда акцентов именно старославянских традиций. Все-таки это наши корни, это наша культура, которую непосредственно нужно прививать с раннего возраста. В этом году реализуют идеи не только в области культуры, образования и благоустройства. А сфера массового спорта не стала исключением. Для отделений хоккея с шайбой и фигурного катания приобретут несколько ростовых кукол, талисманов наших команд. Это двухметровые белые медведи, которые будут вместе с болельщиками поддерживать участников соревнований. Автором проекта выступила Анастасия Роденкова. Мы победили в этом году с бюджетной инициативой за руку с мишкой к олимпийским победам. Мы считаем, что для наших спортсменов, в первую очередь для юных хоккеистов и фигуристов, очень важна поддержка. Не всегда родители могут прийти и поддержать на игры или на показательные выступления. Поэтому для них мы закупим медведей, которые будут их талисманами и всегда будут рядом с ними на играх, тренировках, показательных выступлениях и товарищеских матчах. Кроме этого, в Муравленко установят меловые домики на детских площадках, проведут парад Дедов Морозов, фестиваль науки «Ботаникус», соревнования по гигантскому волейболу и мероприятия ко Дню Победы 9 мая. Анастасия Попова, Сергей Лукович, новости Муравленко. Такой была информационная картина минувшей недели. Еще больше новостей на нашем сайте muravlenko24.ru